Заходи, заходи, Рема, заходи. Царю Небесный, Утешителю Души истинный, И жи везде сый, и все исполняй сокровища благих, И без неподателю, прийди, селися в ней, И очистены от всяких сверней, И спаси, Боже, Души Наши. Отец наш Небесный, мы именем Тебя, Имеем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, прибыть с нами, дабы мы не уклонялись ни влево, ни вправо, но следовали строго по окроваленным твоим стопам, Господи. Господи, даруй нам ревности в служении Тебе, Господи, чтобы мы были истинными христианами не только по слову, но и делом. Тебе слава, Слава Иоанна, Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Промежуток? Нет. Медицинский центр? Медицинский центр. Миша открыл сам и прошел, и сказал, что да. В интервал? А пойдет или не пойдет? Ну вот, сразу информация. Молиться о брате Михаиле. Крепко его обуял зеленый змей. После лечения в наркологическом отделении на силикатном буквально прошло несколько дней, три дня. Вы объясните обстановку. Но обстановка такая. Там брат у него, старший брат Валерий, который наверняка имеет виды на квартиру. Поэтому вчера, когда позвонили уже, как-то достучались там до него, брат Севастьян поехал с сестрами. И выяснилось, что такая ситуация, что позвонила эта соседка Мишина, позвонила этому брату Валерию. Он говорит, он мне нафиг не нужен. Правильно не нужен. А зачем больницу тогда поехать? А когда я собирался его забрать, мы с братом Алексеем договорились, он уже готов был поехать. Я звоню, Миша мне говорит, так приехал брат за мною. Оттуда он мне звонит. За мной приехал брат. А как он узнал? Там не было связи, никакой недоступа, ничего. Телефон забрали, телефон был у меня. Когда деньги были у него, когда деньги были... Он ставил там замки свои, он неясно, что он туда и будет приходить. Да, он сломал замок, который стоял, и поставил новый замок. Ключи у меня были, а что с ключами-то? Он говорит, он поставил новый замок. То есть, и он сам-то пьет этот Валера-то. И его приходит, и начинает его там соблазнять. Ну, то есть, вот такие вот такие дела. Там претензия, скорее всего, на квартиру, потому что он разводится со своей женой, ему сюда здесь место нужно жить, чтобы где-то определиться. А с Михаилом он, естественно, не хочет. Так что вот... И он, когда ему позвонила, эта соседка говорит, он мне нафиг не нужен, я поехал на рыбалку. А денежки-то у него были. Деньги теперь... Денежек-то, наверное, никогда нету, потому что он голодный, четыре дня там, говорит, лежал голодный, и все, соседка его только вчера накормила. Ну, в общем, вот такая ситуация. Так что молитесь, чтобы Господь как-то вот развел эту ситуацию по милости Своей. Ведь добродетельный такой мужик и брат наш, чтобы поэтому... Ну, надо бы сегодня съездить снова к нему, вот попозже. Куда он? Пойдет, не пойдет. А вдруг он опять взял, завернулся. Мы же не знаем. Вот надо было не оставлять вчера у этой соседки ключ, а забрать их просто и все. И надо было сегодня уже так, поехали бы, мы знаем, что можем навестить его. Ну, понятно, ну ладно. Ну, одним словом, молиться будем, помогать как-то еще будем, но, я не знаю, бесконечность, это не может продолжаться, наверное. Он взрослый, а он и не взрослый одновременно, потому что воля совершенно отнята, разум помрачен, и вот и все, вот и что. Вот как за ребенком нужно. Плачет, говорит, я боюсь один, я боюсь один. Мы же раздержим, он даже не мог бы отползть на месте, чтобы открыть, чтобы открыть. Мы так долго говорили, чтобы он открыл нас. По этому поводу один вопрос, один момент, потому что я работаю с такими же, как Миша, людьми, и я точно могу сказать, что среди нас, допустим, даже все мы, сто человек, кругло говоря, у нас сил не хватит обуять этого демона, который в нем. Вот и все. И как вы не бейтесь, как вы не убивайтесь, единственное, только молитва, только Христос. Вот и все. Ходить за ним, как за ребенком, бесполезно нет. У меня с ним брат двоюродный работает, он мне про него порассказал, какой он и что. Ну, а что тут странного-то? Человек без тормозов, без, так сказать, без опеки, без всякой. И никто сторонний ему не поможет. Вот и все. И будет там, брат, не будет, это не наше дело. Сейчас, только сегодня читали, только молиться надо. Вот и все. Это нам на пользу. А ходить за каждым, там, свечки ставить, стулья потом. Кроме молитвы нужна еще и деятельность. То есть просто молиться, сидеть. Молиться никто не говорит, что не нужно. Конечно нужно, обязательно. С этого нужно начинать, и с этим нужно заканчивать. Потому что благодарить нужно за все Бога. Ну, а делать тоже дело нужно. Поэтому и то, и другое нужно. Ну, еще о болящих. О своей семье скажу. Значит, благодарю за молитвы о моей жене Раби Надежде. Прооперировали сейчас период реабилитации. Дома находится Внучка поправилась, слава Богу. Помолитесь о Никите. Никита вчера работался в саду и простыл там. Нога опять у него заболела, всю ночь не спал. Я собирался пораньше приехать и стопить. Пораньше, чтобы потеплее было. Так что, простите, поздно затопил. Потому что проспал. Ночью тут поздно легли. С Никитой тут пока мы это занимались. Поэтому будильник услышал, встал ровно через час позже. Так что, вот так. Валера Сокольский утром позвонил, что он заболел. Он действительно хрипел в трубку. Ну, а Лену я спросила, где Лена? Лена не знаю. Она там в городе, а он в деревне. Поэтому. Но Лены вот не было и то в воскресенье. Была, была. Кто была? Нет, она переводила. Не было. Была. Да ладно. Я стою, а я решила. Была, была. Он не ядерно. Так, ну, слава Богу, семья Татьяковых поправилась, да? Татьяковых поправились? Да, выздоравливаем. Да, почти. Слава Богу, почти. Так, еще кто у нас болящие? А что там Баргарита? Где Баргарита? Здесь. Здесь. Прятала. Прятала. Так, Баргарита появилась, слава Богу. Леба Петровна. Да. Второй раз уже приехала. Да, она была с нас. Да, она всегда с нами. Ну, слава тебе. Да, она всегда с вами. Так, кому-то не выгодны. Да, да. Так, еще кто? Кого не вспомнили, кого забыли? Про Настю расскажу. Про Настю. Значит, Настя благодарит всех за молитвы, материальную всякую поддержку. Значит, она сейчас находится, мы были у ночмеда, улка-испансера Владимира Алексеевича Лубенникова. Он долго нас водил за нос, много рассказал о своей эрудиции широкой, но в итоге, когда на несколько прямых вопросов моих я настойчиво просил, чтобы он разрешил нам закупить препарат другого производителя с меньшими побочными эффектами, он сказал, что не может этого сделать. Потому что сегодня я вам разрешил, а завтра придет еще кто-нибудь, и так, кто же я был такой, если мы не сдаем такие указы по больнице, сами закупаем препараты, а потом разрешаем. Ну, одним словом, и разрешили. Она поехала, она пошла сама на прием, там должна была быть на следующий день комиссия, но она пошла в тот день, когда мы были у ночмеда, поэтому ей сказали там, что химиотерапию сейчас проводить, нельзя, потому что у тебя низкий гемоглобин, и назначили ей реабилитационное лечение, только такое вот, чтобы подготовить к этому химиотерапию. И она сейчас находится в онкоиспансерии на этом лечении. Ну, вроде как получше стало там ей, она там еще дополнительно применяет свои народные средства, о которых мы говорили с ней. Вроде как получше немножко. Ну, и кроме того, я еще договорился, помолитесь, чтобы Господь благословил рабу Татьяну, заведующую отделением гастроэнтерологии у нас в больнице, чтобы ее положить к нам сюда, в гастроэнтерологию, полечить ее тоже еще. В кровевую больницу, да. В Настю положить. Да, Настю, да. Ну, и вот такая ситуация пока с Настей. Предстоит еще третий курс химиотерапии, но такой тоже тяжелый, видимо, будет, потому что такие побочные эффекты, они, если были во второй раз, то и в третий раз наверняка будут. Но она так терпеливо, бодро, и начинает с того же, слава Богу, за все, и заканчивает третьим межслованием. Посещать ее можно? Да, посещать ее можно, да. Посещать можно. И нужно. Она на Никитинской. Четвертый этаж. Четвертый этаж, 4-12. Где она? Занимаюсь. Ходит по этажам, тренирует себя. Поджималась, пишет, поприседала. Поджимается, приседает, вот так вот. Но еще о ком не вспомнили. На неделе мне звонит сестра одна. Ой, помолитесь о мне, Виктор Андреевич. У меня тут такая сложная ситуация, вся трясется, чувствую, что прямо на взводе там уже вот такая вот вся вот она, не может собраться мысли своей в кучу никак. Мне позвонили, что у меня поликлиники, там из поликлиники позвонили, что тут у меня обнаружили такую страшную болезнь, такую страшную. Вот меня сейчас за мной приедут, заберут меня, вот и повезут в краевую больницу. Вот у вас там главный врач, вот помолитесь о главном враче, называют, роду у нас такого нет у главного врача. Вы что, успокойтесь, дорогая сестра, успокойся, ну, да нету такого у нас врача. Ой, уже звонят мне, уже все, бросил трубку, уже звонят мне, уже приехали за ней. Ну, я думаю, что же там случилось-то, вот сейчас нам расскажет сестра, что случилось. Во-первых, благодарю тех, кто знал и кто молился обо мне. Действительно, я сдала все анализы, это самое, готовились в гимнодистационар. Вот сегодня бы я, вот вчера бы получила я анализы, а на другой день мне звонят. Представляется, что звонят вам из второй поликлиники, старшая медсестра. Ваши анализы крови были отправлены в краевую больницу на повторное исследование. У вас, ну, там что-то с ними. Я сразу думаю, интересно, анализы все хорошие, все такое. Она говорит, ну, вам, я говорю, а какие мои действия? Я ее сразу спросила. Она говорит, ну, вам надо связаться с врачом краевой этой самой поликлиники. Я говорю, как мне, я, как с какой она. Я вас сейчас соединю с ним. Вы трубку не бросайте, ну, я это жду. Ну, минуту-две, может быть, меньше, может быть, больше звонок, там, голос. Ну, и мне тоже, давайте вот это, что у вас такое состояние, что у вас, это вы инфекционно больная, и вы очень, ну, как бы, для общества такое. Заразное. Ну, в общем, это все такое. Потом я, как бы, расстроилась, я заплакала, все, потом говорю, да слава Богу за все. Это, я говорю, все по моим делам, по моим грехам. А он говорит, какие у вас грехи? Я говорю, да у меня самый большой смертный грех, по биению младенца в утропе. На все воля Божья такое. Ну, опять, он долго мне говорил. Потом я вас еще свяжу там с кем-то. Я по этому вопросу там с кем-то разговаривала, но не дали добро, потому что у нас на Алтайский край нет вот этой квоты на лечения. На лечении все такое. Опять ждите. Ой, Боже. А про денечку-то спрашивали уже? Нет, еще. Не закидывал удочку? Нет, ну, уже сказали, что это очень дорогое лекарство. Да, машинку. Конечно, машинку. Да кто будет? Каждый пенсионер, главчу. А вот это все, это самое началось, я говорю, ну, ладно, это самое, ну, про деньги. Я говорю, ну, у меня денег нету, у меня денег нету. Я говорю, ну, есть ли такое дело, тут дети, наверное, что-то соберут. Ой, да там уже 17 человек лежит, и уже бы, конечно, детям бы как бы, ну, и собрали, и все такое. Ну, в общем, одним словом, мне нужно на совещание. Я вам перезвоню, мы этот вопрос будем еще раз решать. Когда он закончил, ну, конечно, я в первую очередь помолилась о Господу Богу, благодарила все там, что могу, я сказала, и позвонила Игнатию Тихоновичу. Да, позвонила Игнатию Тихоновичу, я говорю, помолитесь, Игнатий Тихонович. Ну, конечно, он это, мы стоим на молитву, и ты о нас молись. Я позвонила сразу после этого у Виктора Андреевича. А, Игнатий Тихоновича, я говорю, такая, ну, в общем, он рассказал. И когда он мне сказал, что я этих фамилий не знаю, тогда я уже как бы успокоилась. И, ну, начала вразумляться. И звонок, а уже кто звонил, я уже не помню. Но они больше мне не звонили. Но самое-то страшное, что они, значит, кто-то в полиплинике же дает заявление, эту самую информацию, что ведь я сдала вот анализы, вот я получила анализы, и вот это пошли. Потом я позвонила вот терапевту, я говорю, так и так. Она говорит, я сейчас пойду, узнай, ну, мы никаких анализов никому ничего не передавали. Ну, и она потом позвонила, сказала, что говорит, это не расстраивайся, это все. Спасибо. Братья и сестры, думайте сами, решайте сами. Я сейчас дам слово, правильно? Просто я хочу сказать. Вот звонок, она мне сказала, что... Ой, уже звонят. Машинка приехала, садись, мы тебя сейчас повезем, повезем куда-нибудь. Расчленим тебя. И еще что-то, да мало ли чего. Очень даже просто это делали. И что бы вы сели, что ли, Александр? Да села бы, в халате, как приехали бы, и поехала бы. Да вы же начали русскать собирать, что я бы села. Да думайте. Я сейчас только что верила. Размыслийте сначала. Я внимательно слушаю. Начинайте с молитвы. Дайте я помолюсь. Вот оставьте мне телефончик, я вам перезвоню. Я помолюсь и перезвоню вам. И кому будет звонить? Вамильевич. Да. Но они меня... Я попросила у них номер телефона, они мне его не дали. А вот и все, тогда они разговоров никаких не будут у меня с вами. Никаких разговоров у меня не будет. Так что сейчас очень много мошенников. Звонят, например, ваш сын, ваш внук попался вот туда, в такую-то ситуацию. Нужны деньги срочно. И до сих пор эта схема работает. Да. Уже все знают. Да, и работает. Постоянно в автобусах говорят об этом. Вот когда 108, 109 автобус постоянно об этом говорят. Предупреждают. Сказали вам, что нужно срочно там лекарства купить какие-то. Не верьте. Настоящие сказки продаются только в аптеке. Ни из-под полы, ни из какого-то другого места. Ни из лотка. И позвонить нужно, узнать все. Расспросить. И прекратить разговор сразу. Так что будьте бдительны. У меня хозяйственное сообщение. Все уже знают, наверное, что он в холодильник разворозился. Света не было. Вот Александра Михайловна, я слышала, подходили к Ларисе. Но Лариса уже ушла. Я из холодильника сейчас все вытащу. У меня такое. Холодильник епархии батюшки. И тех, кто остается на занятия, сестры. А как батюшки сейчас нет, я все выложу. Там баночки, скляночки, варенье, лечик. Вот все, что ей нужно, я выкину, а баночки оставлю. Он еще сильно заморожен. Он останется, может потом. Вы его просто тряпочкой протрете. У меня то, что ему надо разморозиться. Все понятно, сестры? Доделайте. Я просто раздражаю. Там в розилке лежит рыба батюшки. Я поняла. Я это все в тазик вытащила уже. Я хочу сказать, чтобы кто-то забрал куда-то. А что ее? Они сейчас разморозят и обратно ее положат. И все. Включим его ключ. Вы пока занятия проведете, он разморозится. Вы его жяточкой протрете и обратно все. Все, дальше ищите потом. У Ивана слово. Слушай, брата Ивана. Ну вот тут говорили о мошенниках. Моя мама рассказывала, когда она еще была дома, то, что однажды сытана на остановке, вдруг ей звонят на телефон, берет. Там говорят, мама, мама, помоги мне, я разбился на машине, мне срочно нужны деньги. И мама так подумала, у меня же сын-то маленький, говорит, на какой игрушечной машинке ты разбился? Сразу положили трубку. Больше не звонили. И тоже пару слов. Я недавно была там одна конференция, и какой-то выступал фонд, есть у нас, который помощи заемщикам, которые попали в долги. Там еще один из представителей на этой конференции выходил. Вообще там информация для многодетных была, ну и эту решили тоже выдать. Что как вот обманывают, как вот эти все проходят, чтобы не попались. И рассказывали много схем того, как вот с карт снимают деньги. Сейчас же все на карты перешли, вплоть до того, что сейчас уже и детям выдают карты, и всем остальным. Многие пользуются вот сервисом Авито, продают объявления. По телефону звонят, говорят, все, мы у вас берем это вот там, ну, коляску, например. Мы вашу колясочку купим. Мы сейчас вам деньги, аванс уже кинем, только никому не продавайте. Давайте ваш номер карты. Ну, диктуют номер карты. Сейчас мы перечислим. Это не срабатывает, если знать номер карты, вы с нее деньги не снимете. Но они тогда начинают звонить через 5 минут. Что-то не проходит платеж. Скажите ваши данные, скажите на обратной стороне карточки тайный код, который вообще лучше заклеить и забыть, потому что благодаря ему можно делать любые интернет-операции с вашей картой. Это доступ с обратной стороны карты. Не там, где 20 цифр, там, где 3 цифры. И бабушка та же, которая пенсия на карточку, или еще сообщает им эти 3 цифры. Деньги уходят с карты сразу все. То есть... Не в комнате, спит. Представляете, как они человека умеют обработать? Сын рядом. Ну, ты зайди, посмотри. Он, вот он, твой. И она уже побежала деньги искать, сейчас приедет таксист, деньги увезет. У меня у какого-то соседа так совсем недавно надули дедушку. Так у него еще чуть-чуть осталось. Денег было много. Он 50 тысяч отдал, а 10 на столе осталось. Так он подошел и 10 забрал этот. И 10 унес. Представляете? И когда только проводил, тогда его прошибло. А сыну-то позвонить. Сынок, а ты где? А он дома, все в порядке, никакой аварии. Почему ты 5 минут назад ему не позвонил, а деньги уже ушли? Обучение платное у нас. Понимаете? И ведь, Оль, как кажется, уже все завтра люди все равно попадаются. Каждый день попадаются. Да. Все равно стало платным образование. Помните Александру Ивановну, как надули с этим аппаратом, который сегодня поменял Александру Ивановну с Иваном Семеновичем? Также пришли с поликлиники. У вас ветеран, вам льгота. Аппарат. Продали же ей этот аппарат. Вот так у нее и лежал на полочке. А что за аппарат? Лечебный. От всех болезней. Для ветеранов скидка. Так он 100 тысяч стоит, а вам всего за 20. Фонарик за 30 рублей. Физио. Ну помните, она рассказывала. Давай, брат, почтаю. Ну, какой-то аппарат. Так, ну еще. Для ветеранов. Все? Обговорили? Ну, теперь, сестры, будете более бдительными? Не будете доверчивыми такими? И вообще, ваши карты привязаны к номеру телефона. Говорите, если какие-то у вас финансовые операции, перечисляйте по номеру телефона. Сбербанк, там любой банк привязывает карту по номеру телефона. Вот у меня смс-ки приходят к номеру 900. Вы пользуетесь таким-то платежом. Вам надо сейчас оплатить. Когда я уже оплатил, приходит смс-ка. Вам надо оплатить такую-то сумму, вот в течение, без процентов. Зачем мне надо оплатить? Я сам зайду и оплачу. Ну, дуря-то. Тоже на 900 все приходит. От Сбербанка. Так же с паролем все. Все, бандовы, конечно. Просто я знаю, что это. Это не дурцы никакие деньги. Ух, он не приходит. Я им вообще не нравится пользоваться. Слушаем толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Успокоились. Детей можно позвать? Нужно. Нужно. Проходи-проходи, садись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11. Однажды, когда народ киснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесовецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону. Симон, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы и даже сеть в них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним. От этого лова рыб ими пойманы. Также Иакова, Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисусу, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Толкование. «Господь уберег от славы, а она тем более преследует его, Господа». «Подивись смотрению Господа, как он каждого привлекает через свойственное и сродное ему средство. Например, волхвов посредством звезды, а рыбарей посредством рыб. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри и учителей церквей всех времен. Они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить человека. «В Евангелии есть сеть». Если же кто скажет, что через закидывание сети означается глубина мыслей, то и с этим можно согласиться. Итак, исполнилось слово пророка, сказавшего. «Вот, я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». Пророк Иеремия 16.16. Рыборами назвал он святых апостолов, а ловцами правителей и учителей церкви последующих времен. «Толкование закончено». Еще Марка 8, 24, да? Где Игорь? Игорь, одну? Одну только. Одну, да? Аминь. Спаси Христос. Аминь. Информация из интернета. Случай такой город. Лас-Вегас. Называется Олка. «Город греха». «Город грехов». Но этот изначально был создан. Я почему о нем вам сейчас говорю, потому что у нас нечто подобное предполагалось сделать на Алтае. В Салтонском, что ли, Роман? В каком? Где-то вот это... Казино. Да, не только в казино, но где-то... В Салтонском есть. У нас есть игровая зона. Ну, одним словом. Что произошло в этом городе? В этом городе один человек... Как же его тут имя-то? Значит, снял в одной из гостиниц номер, и там во время торжества, во время праздника песни и пляски расстрелял. 59 человек убил и более 500 ранил. Вот во что вылилось это торжество, этот праздник. Об этом городе. У Лас-Вегаса есть второе название «Город греха». Сегодня эти слова слышны чаще, чем само официальное название. Никто этого не стесняется, ведь Лас-Вегас почти 70 лет назад был задуман именно как самое грешное место в Америке. Как оазис пустыни, куда нужно ехать лишь за тем, чтобы полностью отпустив моральные тормоза, насладиться всем, что город дает ошалевшему от свободы человеку. В Вегасе делают все, чтобы люди могли расслабиться, забыться и поддаться соблазну порока и авчности. Нередко отвязное приключение заканчивается свадьбой. Здесь и все. Проституция, казино, деньги, много денег. Очень много денег. Город Лас-Вегас воплощение тщеславия, американской гигантомании в чистом виде. Здесь все самое-самое. Самое большое, дорогое, высокое, глубокое. Самая большая бутылка Кока-Колы, самый большой золотой слиток, самые большие поющие фонтаны. Это город, пускающий в глаза золотую пыль и этим бравирующий. Здесь все направлено на то, чтобы максимально быстро и эффективно настроить вас на правильную волну. Чтобы вы начали и как можно дольше не прекращали просаживать ваши кровные многочисленных казино и при этом не отвлекались по пустякам, чтобы там вам не мешал голод. Официантки будут заботливо приносить еду и напитки. Крупье будут как родные радоваться каждому выигранному вами доллару. В казино Лас-Вегаса нет окон и часов, чтобы вы, не дай бог, не вспомнили сколько уже часов, дней, недель пытаетесь поймать свою удачу за хвост. Некоторым это действительно удается. Большинство же на память о веселом городе Лас-Вегас остаются опустошенные банковские счета и смутные воспоминания. Некогда азист в Невадской пустыне само название города Лас-Вегас означает пойменные луга. Первое рождение будущей игорной столицы США состоялось в 1829 году, когда на этом месте остановился сбившийся с пути караван. Второе рождение, когда крошечный городок сделали пунктом для заправки паровозов, следовавших из Salt Lake City в Лос-Анджелес. Но официальная дата рождения города Лас-Вегас почему-то считается 15 мая 1905 года, хотя к этому времени он уже был переполнен игорными залами и салонами. Историки настаивают на 1864 году, когда возникновение Лас-Вегаса именно тогда в штате Невада встал вопрос о легализации азартных игр. В тогдашних США довольно сильное было влияние мормонов. И в соседней Юте цитадели мормонов азартные игры были запрещены и остаются вне закона по сей день. Но в Неваде моралистов оказалось не так много и уже в 1869 году азартные игры были легализованы, что и предопределило направление развития города Лас-Вегас и не только его. Как водится, власти неоднократно меняли свою позицию по отношению к азартным играм. Например, в 1909 году чаша терпения переполнилась и правительство предприняло мощную атаку на притоны, где азартные игры часто сопровождались с криминальными разборками. Однако уже в 1911 году Маятник коснулся обратно и были введены серьезные послабления. Например, были вновь разрешены игры без вступительных взносов и участники которых по правилам должны были перемещать колоду. С этого момента Лас-Вегас становится центром притяжения профессиональных картежников. В городе не было ни одного салона, где бы не играли в покер. В 1915 году покер дополнили еще несколькими логализованными играми, а также в некоторых продвинутых заведениях появились первые игральные автоматы. Однако, до середины 20 века Лас-Вегас ничем не выделялся среди прочих ему подобных. Пока однажды у некоего Томаса Халла на окраине города весна, кстати, не лопнуло колесо. Пока устраняли поломку, Халл маялся от безделия. Ему пришла идея, что гостиница, расположенная прямо на дороге, не помешала бы иметь свое казино. И тогда многим стражащим не пришлось дотащиться в центр города Лас-Вегас где-то до момента кучковали все развлекательные заведения. Согласно легенде, с этого момента и начинается история самой главной достопримечательности Лас-Вегаса, состоящей из массы достопримечательных поменьше всемирно известного бульвара Лас-Вегас или, коротко, стрипа. В 1941 году Халл открывает первый отель-казино Эль-Ранчо. Затем Бенджамин Сигел, он же красавчик Бакси, чья история рассказана в фильме казино с Де Ниро и Шерон Стоун, приобрел Эль-Кортес в 1946 году, построил шикарный отель-казино Фламинго. Фламинго был мечтой всей жизни своего создателя. Сигел сам разрабатывал сценарии, роскошные шоу, призванных развести сногсшибательные впечатления на публику, сам проектировал внешний вид будущего отеля, настоял на создании рощи перед отелем, для чего в Лас-Вегас завезли необходимое количество плодородного грунта. Пустыни же. Кроме того, перед отелем вырыли пруды для изящных Фламинго. В конце концов, страсть к отелю рассорила его создателя с компаньонами мафиози, что, впрочем, не помешало открытию Фламинго на Рождество 1946 года. На открытии отели из Голливуда пригласили тамошних звезд, коих набралось на пару самолетов. Однако, даже такая реклама не обеспечила отелю мгновенный успех для послевоенной Америки. Заведение было слишком шикарным. И те, кто мог позволить себе играть в подобных местах, предпочитали делать это в Монако и Монте-Карло. Также следует учитывать, что сам Лас-Вегас был в то время не более чем пыльной дорогой где-то на Дальнем Западе. И лишь фантазии и настойчивость людей типа Сигела сделали возможным появлением в этом месте современного Лас-Вегаса. Одно из самых ярких достопримечательных США и всего мира. Впрочем, заслуга Сигела перед городом Лас-Вегаса не спасли его от длинных рук лаки Лучиана наряду с Аль-Капоне, однако, одного из самых известных махиозов США. Согласно биографии Лучиана, он заинтересовался оттоком средств из фламинго и в декабре 46-го года судьба Сигела была решена. Его разострелили через окно своего дома в Лос-Анджелесе. Ни одна из голливудских звезд не почтила своим присутствием похорона Бенджамина. Это могло подпортить репутацию. Но на судьбу отеля смерть Сигела повлияла благотворно. Фламинго стал известен по всей стране и многие хотели посетить достопримечательное Сал-Вегаса с той же жизнью своему создателю. Я хочу вам показать, посмотрите, какие фотографии. Это теперь современные уже автоматы, игровые. У нас тоже немало игровых автоматов в разных городах. Нет, есть, есть. Ставьте, отчистил. Нету. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите, это играют в карты, играют, делают ставки. Вот там огромные площади, просто гектары, наверное, целые. Стоят эти... фламинго, это название того места, которое... Отель, отель, Поющие, так называемые, фонтаны, красивые. У нас уже все. Такие высотные здания. Причем там можно увидеть самые, что называется, места. Вы можете увидеть место, где вот просто чувствуете себя, будете, как в Париже. Эхалио, башня там есть и, скажем, египетские пирамиды там вот можете найти. Все, что, все, что угодно. Ну и такая вот рекламка у входа в отель. Покажите. Нет, не покажите. Заберите. Я увидела. Увидела. Вот. Красиво, да. Но я вспоминаю, я вспоминаю книгу «Печаль сатаны». Помните, если кто читал? Как там было все описано? Как сатана устраивал эти все иллюзионы, эти шоу? Вот она сумела так на словах изобразить, что мне вот это все представлялось, как в этих среди кустов эти иллюминации, там все это, среди зелени, все эти сверкающие, кувыркающиеся, все эти демоны все это изображали для этих людей, которые описываются в этой книге. Вот сейчас играем мы, если игровых автоматов нету в городе у нас, так у нас в каждом доме есть игровые автоматы. Открываешь, компьютер, и там тебе любой, пожалуйста, на выбор тебе будет игровой автомат представлен. так что вот это все говорит о том, что сатана очень работает 48, 28 часов, 24 часа в сутки, не переставая, не на миг не укращая свою энергию. Знаете, я о чем хотела сказать у Зои, Максим. Вот он же не работает нигде. Я говорю, а как вы живете так? На мою пенсию. А что ты? Ой, хорошо, что он дома. Он дома. А он играет, и играет. Это вот для детей хочу сказать, что вот все, что красиво, все, что блестит, не есть золото. Золото нужно искать в душе своей, и в душе своих ближних. А все это, вот сейчас мы по этого человека, который вложил огромные средства, и автором явился этого отеля. Пострелили, потому что здесь всегда сопровождается все это разборками. И все это очень быстро проходит. Ну и не случайно постигла эта беда людей, которые были там, потому что приехали не за добрыми намерениями, не для спасения души. Поэтому вот особенно хотелось показать эту девушку, которая сидит. на земле сидит. такой нет. Да ну нет. Она ошалела от всего произошедшего и пытается осмыслить, что с ней произошло. Нет, это девушка. Не было. Не было. Не было. Вы ее дома забыли. Девушка, она осталась дома. Она осталась, ушла. Но одним словом, вот думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь наслаждение временной утеки мира сего. Потому говорит Господь, не любите мира и того, что в мире. И дружба с миром есть вражда с Богом. Вот этим я и хотел закончить эту информацию об этом происшествии. Там сейчас расследуется почему он так сделал. Оказывается, что он тоже миллионер и он тоже играл и стало быть замешан наверное в каких-то ситуациях. Может быть решил отомстить кому-то таким образом. Так что у него был бандитом. Говорят уже о гене наследственности. Так еще у кого есть какая информация просьба пожелания уже почему-то из присутствующих ушли устали. Если у кого есть желание я подозреваю что у меня племянник тоже в этих таких же условиях. Если он еще живой то помолитесь. Пригорица о наших подрастающих внуках тоже надо нам молиться. Сатана похищает. И вот начинается сыгр и продолжается дотупение мозгов. Я благодарю своих родителей которые всегда рассказывали такие истории что игры в карты даже элементарно просто в карты. Они говорили что никогда не садись и никогда не начинай играть. Особенно это было распространено в наше советское время в поездах ну и других местах. Проигрывали все что на тебе и проигрывали твоих родственников и все это потом было оно и сейчас остается. И в общежитии это было у нас когда в наше время мы учили это сейчас есть. Но одним словом как-то Господь меня спас от этого и я никогда даже не прикасался потому что к этому в дурака играли даже у нас дома играли но это было так временно и в то же время грешное занятие поэтому прости Господи уже давно молимся об этом что Господь простил так так берегите своих детей и внуков от этих игры от этих игр от этих автоматов от этих увеселений которые уводят в сторону от спасения души дай дай Вадим подержи подытожить сегодня читали толкование о том как Господь делает учеников своих ловцами человеков то есть они ловили рыбу стали ловить человеков и дальше в писании сказано кто не собирает со мной тот растачает то есть кто не ловит евангельскими сетями тот растачает тот похититель значит почему ну как я растачаю а потому что сатана мы видим он тоже ловит он тоже люди ловит то есть если мы делать ничего не будем то есть этого человека эту душу поймает сатана в своей сети обязательно вот а как ловить а об этом тоже молитесь кто такие ловцы человеков учителя сейчас начнутся занятия по скайпу после 10 с 11 числа я веду занятия по скайпу тоже люди благодаря этим занятиям улавливаются в эти евангельские сети может быть помните был у нас такой борис физулов принимал крещение молодой человек он на меня вышел мы с Виктором Андреевичем его поручители он мне сейчас помогает в интернете по работе тоже ловить клиентов так скажем по моей профессии а почему бы у меня мысль пришла тоже эту работу не направить в интернете на ловлю вот этих душ тоже евангельских да об этом тоже молитесь Игнатий Игнатий Тихонович на этом поприще очень очень много делает и нужно учиться этому и вот ловля это искусство как Игнатий Тихонович говорит для крещения нужно ничего нужно быть законом рукоположенным священником знать вот а душу ловить в евангельские сети нужны тысячи талантов и об этих талантах тоже Евангелие нам говорит всем Господь дал таланты кому один кому десять кому пять таланты у всех есть но тому кому дали один он этот талант зарыл зарыл и говорит на тебе Господь твое и Господь что на это ответил лукавый и ленивый раб так давайте живут не будем этими лукавыми ленивыми рабами не только молиться как вот там о брате нужно и делами своими молитвами подтверждать конечно брату Михаилу тяжело и он и желает как бы ему помощь нужна в общем то что брат Николая как-то резонул а там мы ничего не поможем ничего там этого дьявола не осили да Господь дал нам власть наступать на силу вражью постом и молитвой если всеобщей объявить трехдневный пост не пить не есть неужели сатана не попятится я это на себе испытал у меня с сыном беда была три дня не пил не ел молился плакал господь исцелил а тут брат столько добра дел потопил нам постоянно сейчас его нет холодно а почему а его зеленый змея буял поедем сейчас к нему и будем разбираться с его братом и что помогать надо а как кинуть его бросить в этой беде если бы он сказал не молитесь за меня я встал на путь греха он же сам меня просил чтобы его полечить он плачет я боюсь один не то что отказывался я боюсь один то есть его дьявол ловит а мы если мы не будем ловить эту душу может сказать а она уже поймала он уже верующий так и верующие терпели кораблекрушение верят вера отошла воля падает у человека и Господь посылает помощников и он нас может быть на это избирает а мы не пойдем талант этот зароем Господь нас хочет я думаю Сергей вера не отошла от него раз он хочет то сам я имею ввиду доугав не совсем он осознает это что ему стыдно он плачет он хочет невыносимо тяжело тогда много лет была такая ситуация Игнать Тихонич забрал пожил какое-то время и все помощь оказана такая потому что овечка которая от стада отбивается ее волк похищает почему церковь называется тело Христово овцы когда мы в стаде в ограде что такое ограда заповеди когда мы заповеди соблюдаем ничто нам не повредит а когда грех он сам пьянство это грех он сам себе открыл дверь и патана и крутит и он не может что она говорит он ее идет и делает беда конечно да согласно что надо помогать и молитва и делом ну и помолитесь тоже меня сейчас просят помогать беда у нас в городе очень много бездомных собак которые кидаются на помощь в отлове собак то есть ловцы ловцы человеков ловцы рыбы а я вот ловец собак и причем сатана так хитро делает что указ путина ни в коем случае нельзя отстреливать понимаете да вот тендер выигрывал ласка ласка ни под каким предлогом мы убивать не будем а поймать ее не поймаешь она пугливая вот у Игната Тихоновича есть стихотворение он сравнивает бездомную собаку с безбожником а хозяйскую с человеком с верующим действительно у собаки у нее нету хозяина она как безбожница она в репьях она похожа на пьяницу на бомжа другое дело хозяйская собака охранник и вот тоже помолитесь чтобы мне Господь дал разума и искусства в этом деле заявок много а поймать не могу стрелять нельзя сетями душить 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 нельзя усыплять нельзя то есть чтобы стрельнуть стоит 500 рублей чтобы она не умерла а чтобы умерла ну там 100 рублей а чтобы умерла нельзя это негуманно понимаете вот такая ситуация делал собак жалко людей которые они не жалко почему-то это дело тоже прошу молитв молитесь еще о брате Сергии постоянно помните до воронежа молитесь не забывайте это вот просто такая спаси Христос что там американских на общей службе мы помянули Александру рабу нашу сестру рабу божию ну и сейчас тоже приглашаем всех помянуть ее пропоем вечную память вечную память вечную память все давайте смойте молодежь отец о святых его покой Христе душу рабы твою и дешень Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok